Замена сердечного клапана ребенку по уникальной щадящей методике. Такую технологию впервые применили российские медики. Сложнейшую операцию провели кардиохирурги Морозовской детской больницы. Главное, минимум рисков для маленького пациента и быстрая реабилитация. Репортаж Юлии Онищенко. Я, если честно, в детстве мечтала стать профессиональным спортсменом. Но из-за сложного порока сердца Юле запрещали банально заниматься физкультурой. Еще до рождения в крохотном сердечке обнаружили сразу четыре опасных дефекта. Тогда срочно новорожденному ребенку хирурги выполнили сложнейшую операцию сердца, буквально перекроили заново. Почти до 10 лет девочка жила нормально, пока не появились слабость и мучительная дышка. Со временем сердце девочки стало увеличиваться в размерах. Клапан легочной артерии практически не работал и вся кровь оставалась в правом желудочке, развивалась сердечная недостаточность. И только лишь полная замена клапана могла спасти жизнь ребенку. Но повторную операцию делать не просто сложно. Опасно. Вместо этого хирурги решили восстановить детское сердечко бескровным методом. Один прокол, через который будет выполняться вся операция. Вместо инструментов длинные трубочки. Через прокол в ноге их словно рельсы прокладывают хирурги по извилистым сосудам. Это единственный способ доставить нужные детали прямо в сердце. После этого мы поменяем эти трубочки на более толстые. Сложную конструкцию собирают из нескольких частей. Сначала по венам проводят и устанавливают металлический каркас. Он надежно зафиксирует новый клапан. В стенте имплантирован легочной артерией. И дальше туда мы можем уже имплантировать клапан. Сам клапан доставляют в собранном виде. Это устройство из тончайших металлических деталей. Попадая в нужное место, хирурги раскрывают створки клапана словно купол парашюта. Теперь вся кровь поступает в легкие. До сих пор в России никто не пытался поставить этот клапан ребенку с данной патологией. И вот мы достаточно долго готовились к этой операции. У нас все прошло прекрасно. Функция, которую мы сразу оценили ангиографически, она превзошла все наши ожидания. Клапан подобной модели впервые применяют в нашей стране для лечения детей. Ранее подобрать нужный размер клапана для маленького сердечка было сложно. Теперь же и у хирургов, и у пациентов появился выбор. Минимальный риск, никакой боли и шрамов, а главное быстрое восстановление. В Морозовской больнице такие операции проводят бесплатно. Ей хочется уже опять скакать. Она достаточно активная у нас девочка. И уже она даже сама отметила, что молчишь, не говоришь, что ей легче дышать стало. Теперь Юля может с удовольствием заниматься тем, что раньше было ей не под силу. Я хочу пойти на кружок плавания и еще куда-нибудь. Может быть, начать кататься на роликах. Врачи не против, ведь сейчас сердце девочки работает нормально. Но если со временем потребуется еще одна замена клапана, хирурги готовы повторить щадящую операцию. Юлия Онищенко, Виталий Никанов, Первый канал.